Власти Израиля и лидеры ряда исламистских группировок в секторе Газа договорились о временном прекращении огня. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь Генсека ООН. Генеральный секретарь Панги Мун и госсекретарь США Джон Керри объявляют, что представитель ООН в Иерусалиме Роберт Сери получил гарантии, что все участники конфликта согласились на безусловное прекращение огня в секторе Газа. Перемерие началось в пятницу в 9 часов утра по московскому времени. Оно продлится 72 часа. По словам представителя ООН, за это время мирные жители смогут похоронить погибших, помочь раненым и восстановить запасы продовольствия. Впервые с начала июля прекращение огня проходит не в одностороннем порядке. Ранее группировка Хамас, контролирующая сектор Газа, заявляла, что не будет соблюдать перемирие, пока не будут выполнены их требования. «В связи с призывом ООН и учитывая ситуацию, в которой оказался наш народ, после переговоров с представителями сопротивления мы согласились на 72-часовое перемирие», — говорит представитель Хамас. Временно прекратить боевые действия согласилась и группировка «Исламский джихад», которую в Израиле, США, ЕС и ряде других стран считают террористической. «Палестинское сопротивление будет соблюдать перемирие, если его будут соблюдать сионистские оккупанты», — говорит представитель исламского джихада. С начала обострения конфликта в секторе Газа прошел почти месяц. За это время, по данным врачей, погибли более 1400 палестинцев. Почти 7000 человек были ранены. В основном, это мирные жители. По данным израильских властей, с их стороны погибли 59 человек. Еще около 400 получили различные ранения.